Шесть мировых рекордов по высокогорному погружению в Большом Клухорском озере установили представители дайвинг-клуба «Другое измерение» под эгидой Русского географического общества при поддержке Пограничной службы России, Министерства туризма Карачаева-Черкесии и Тибердинского национального парка. В Клухорском ущелье участники экспедиции находились четыре дня. Загоревшие, уставшие, но довольные, они вернулись из живописнейших мест и впечатлениями поделились с Аллой Динаевой. Второе по глубине в Карачаева-Черкесии Большое Клухорское озеро выбрали дайверы для установления мировых рекордов. Эхолотом определили самое глубокое место водоема. Мы на середине озера Клухор. Пошел дождь с градом. Ну, а как еще и ночью. Члены РГО Константин Изотов, Юрий и Елена Кашин – многократные рекордсмены России и мира по высокогорному дайвингу. Самое высокогорное погружение на озере Клухор в дисциплине смешанное трио мужчины и женщины на высоте 2690 метров. И вот уникальные кадры подводного рельефа Большого Клухорского озера. А еще Юрий Кашин и Константин Изотов совершили парные погружения на самое дуно озера в светлое и темное время суток. Как инструктор, как курс-директор национальной дайв-лиги могу сказать, что очень непростое озеро. Очень непростое озеро. Оно очень глубокое. Мы с Юрием, когда погружались первый раз днем, нам даже стало жутковато, откровенно говоря, 20 лет в дайвинге. Но жутковатая история. И было первое непростое погружение, и ночное тоже нам там подкинуло всяких проблем по части безопасности. Ну, мы все преодолели, собственно, все выдержали, слава богу. Температура воды 5 градусов, да, полный мрак, темнота, даже днем. Мы нырнули на 38,5 метров. Мы пробивали и холодом, ну, вот остановились на такой. Дно там очень, скажем так, присутствуют пики различные, мы не знали их природу. Бытовало мнение, что там на дне сбитый самолет, но поскольку вода очень мутная, то есть 50 сантиметров видимость, то есть, ну, условно говоря, рука вытянутая, и все. Мы его не нашли, ну, что делать. Нам и холод показывал, конечно, какие-то там предметы, пики, морены там, может быть, но вот отсутствовала полностью видимость. С виду это очень красивое, такое, располагающее к чему-то такому романтичному озеру, но когда погружаешься, это жуть. Вот, я думаю, Юра мне не даст соврать, это жутковато, да, потому что снаружи такое голубое, приветливое, а на самом деле там темень, и очень, скажем так, неприятно, да, особенно у дна там так вообще бодрит. У нас было в научно-исследовательских целях смешанной группе, женщин и мужчины, и два крайне технических, очень тяжелых погружения на глубину почти 40 метров, там 3,8,4 днем и ночью. На самом деле, дайверы об этом знают, насколько это сложно, да, в принципе 40 метров погружения на море, это не такая уж и беда, но высокогорье, там все расчеты абсолютно идут по-другому, там это все намного сложнее. Первый раз верхний слой был очень мутный, без косминга пробились, пошел другой слой чистый, но за счет этого мутного слоя солнце не пробивалось, и мы, получается, уходили в ночную, ну, ночью прямо вот на дно. Были найдены артефакты, мины, гильзы, осколки от этого, снарядов, монеты 43-го и 46-го года, две монеты нашли. И, я так понимаю, что, скорее всего, человеческие останки. Значит, это 6-7-го числа мы с Косатиной провели как раз-таки два сложных погружения, между ними сделали интервал, положенный 6 часов, вот, и все удачно, все хорошо. И каждое озеро, у нас цели, конечно, разные, то есть не только там какие-то достижения, но, помимо того, это, естественно, экологическая оценка, это флора и фауна, замеры глубины, ну и, естественно, артефакты Великой Честной войны, которые, в принципе, мы сейчас тоже нашли, которые тоже будут переданы в музей. Вот хочу сказать спасибо, конечно, Национальному парку, сотрудникам ФСБ и Министерству туризма. Без них ничего бы не получилось. Ребята, я с ними созванивался, был разбор, как это, что провести. Никто не отказал с Корча-Черкесии, все, наоборот, нам оказали поддержку и помощь, за счет им большая благодарность. А Елена Кашина выполнила погружение соло ночью. Экспедиция прошла благополучно, слава богу, все у нас получилось. Мы вообще изначально, было как бы заявлено на пять рекордов, потом что-то как-то подумали-подумали, и я решила добавить шестой, ночной соло. Вот, и потом мы заявили в книгу рекордов, нам одобрили, то есть, то, что таких рекордов еще нет, поэтому мы можем их ставить. Вот, сейчас мы надеемся, что нас утвердят, все-таки внесут в книгу, потому что путь был действительно крайне тяжелым. Самое, за кого переживали, мы так это за детей, потому что, ну, как бы ни было, мы взрослые, а они дети, все равно за них переживаешь. Тем более я мама про их детей, поэтому особенно переживала. Двое из них тоже участвовали. Рекорды установили и сыновья руководителя экспедиции Юрия Кашина из Мостовского района и Константина Изотова из Москвы, 13-летний Андрей Кашин, 10-летний Михаил Кашин и 10-летний Павел Изотов. Они совершили погружение в озеро и днем, и ночью, ныряли подростки на небольшую глубину под контролем инструкторов. Нас контролировал папа Паши, Константин Изотов. Мы погрузились буквально на несколько метров. У нас было два погружения. Утром, ну, днем и ночью. Мне не страшно. Мне наоборот, ну, интересно. Даже очень увлекательно было. Ну, а ночью в темноте тоже интересно? Ну, да. С фонарями не страшно. У нас там были фонарики. Вообще не страшно было. Мы погружились днем и ночью. Мы вдвоем. Это наше третье погружение. Мы погружались до этого на озере Шабайдак вдвоем. А в этом году погружался вот мой еще брат. Ну, у него, получается, если посчитать, так два погружения. Меня, конечно, впечатлили сами места. То есть, в свободное время, когда там можно было отвлечься и походить вокруг, я везде там поднялся, где можно было, походил. Поднимался на восточный Клухор. Виды, конечно, прекрасные. И везде видна история. Вот это история войны. Потому что очень много оставшихся огневых точек. И понимаешь, как сложно было нашим ребятам в 1942 году пройти этот перевал, чтобы выбить оттуда немцев. Потому что там все на ладони. Огневая точка. Вот дорога вся перед этой огневой точкой. И немцам, конечно, там было проще, чем нашим солдатам. В Большом Клухорском озере дайверы смогли установить шесть мировых рекордов. Заявки на регистрацию достижений уже поданны. Команда находилась в Клухорском ущелье четыре дня. Экстремальные глубоководные погружения проходили в условиях видимости всего около полуметра и при температуре 5 градусов, рассказывают участники экспедиции другое измерение. Красивое озеро, очень суровое и имеет подводную турбулентность. И совершать глубоководные погружения любителям экстремальных ощущений не стоит. Аладинаева Миха Каракелян, Вести, Карачева, Черкесия.